Первый матч финальной серии игры между Саров-Инвестом и Сеченовым начался без раскачки. Уже на второй минуте счет открыли сеченовцы, но саровчане тут же отыграли гол. Атаки команд не всегда проходили по правилам, и за неспортивное поведение арбитры отправляли на скамейку штрафников игроков обеих команд. Первый период закончился со счетом 6-5 с пользу хозяев и показал, насколько напряженной, дерзкой и зрелищной может быть финальная игра. Команда как бы не подарок нашим, но я думаю, наши одолеют это. За что мы и будем болеть. Команда играет очень собрано и наши. Много пропускают и много забивают. Резко начали, и счет идет. Ровный почти. Интересная игра. Забивает много и наши, и противник. Желаем нашим победы. Хотя мы и верим в нашу команду, но все-таки прекрасно понимаем, что команда Саров все-таки она такая посильнее. Открытый хоккей. Команды не замыкаются в обороне, не закрываются. Игра идет от ворот до ворот. Думаю, что хоккей зрелищный и болельщикам он очень приятен. Команды очень сильные. Обе команды друг другу не уступают. После перерыва игроки вышли на лед более собранными, играли осторожнее и уже не допускали неспортивного поведения. Саровчане скорректировали тактику игры, но хоккеисты Сеченовы оказались сильнее. Во втором периоде на четыре заброшенных шайбы Саров Инвеста ответил только двумя. Ребята, мне кажется, немного перегорели, не выполнили ту установку, которая от них требовалась. Побежали вперед, забивать голы, но наткнулись на контратаки. И из-за этого небольшой мандраж пошел. Заключительный период стал самым драматичным отрезком игры. Нервное напряжение чувствовалось и на льду, и на трибунах. Атаки обеих команд были безуспешны. Только на седьмой минуте Саров Инвест пробил защиту соперника и сравнял счет. Отвечая голом на гол, хоккеисты показали, что на льду встретились достойные соперники. И буквально за полтора минуты до окончания матча Саров Инвест забивает победную двенадцатую шайбу. Игра была очень живая, интересная, особенно для болельщиков. Скоротечная, быстрая, комбинационная. В общем, игра понравилась как зрительным, так и мне тоже понравилась игра. Счет первого матча 12-11. Хоккеисты продолжат борьбу за звание чемпиона первой лиги 7 апреля в Сеченово и 8 апреля в Сарове. Начало игр в 13.00. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.